Казахстан 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 Предлагаю посмотреть, что может предложить Бурабай туристу со средним карманом. Казахстан Добро пожаловать в Бурабай. Здравствуйте. Ну вот мы и на месте, в 240 километрах от Астаны и позади. Три часа пути в достаточно комфортабельном поезде и Бурабайская курортная зона встречает нас. Стойте, стойте, стойте. А до курорта доедем? Доедем, доедем. А сколько километров ехать? 15 километров. Бурабай 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 На территории Бурабай 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 Абсолютно все курорты Бурабайского края предлагают вам просто удивительный вид из окна Но что самое интересное, мы попали под это новшество Если вы снимаете отель, плюс к отелю, вы получаете пакет услуг Это экскурсии, транспортировка и многое-многое другое На ресепшене вам все объяснят И что самое интересное, весь этот пакет бесплатный Находясь в Бурабайе, никто не засиживается в отеле, несмотря на то, как бы здесь хорошо не было Все непременно отправляются подышать свежим воздухом, познакомиться с местным гостеприимством и, конечно, полюбоваться красотами Нам предложили двухчасовую ознакомительную экскурсию Отмечу, она входит в стоимость отеля, причем вы можете выбрать из предложенного вам перечня любой И это будет абсолютно бесплатно Трансфер от отеля до места и обратно, кстати, тоже На сегодняшний день на территории курорта разработано 29 экскурсионных маршрутов по историческим и сакральным местам Из них 19 пеших, 2 оконных, велосипедный, водный и 6 автобусов За два часа пути профессиональный гид расскажет вам десятки легенд Среди них я о верблюде Буре, защитнике Бурабая И о танцующих березах, которые, как гласит предание, когда-то были красивыми и грациозными девушками Расскажет я о пещере Кенесары, площадь которой не меньше восьмиканатной юрты Она расположена на южном берегу озера Бурабай Считается, что Кенесары хан любил сидеть в пещере среди гор и думал о судьбе своего народа В северной части озера Боровое глубоко в берег вдается залив посередине каменный остров Нагромождение пластов гранит Это скала Жумбахтас, камень-загадка Кто-то видит в нем застывшего свинкса, кто-то задумчивого юношу или молодую девушку Некоторые – профиль старушки В легенде говорится, что это плененная калмычка, упавшая с вершины ухожитпеса Легенд – нескончаемое множество, мистика во всем Эти удивительные истории вас захватывают, впечатляют и уже точно не отпустят Если вы не в первый раз в Бурабай, но впервые знакомитесь с ее историей Уверяю вас, отныне этот удивительный и такой загадочный край Откроется для вас с совершенно новой стороны Эта территория некогда принадлежала Среднему Казахскому Жузу, которым управлял Султан Аббай Впоследствии он изгнал ханом Среднего Жуза, а на Курултане, на всеобщем собрании Народ поднял его на белый Кашми и провозгласил ханом всех трех казахских жузов Аббай хан правил в течение 10 лет За время своего правления он проявил себя как государственный деятель, великий полговодец и грамотный политик Который объединил все три казахских жуза в единое целое Создал единое государство, укрепил и расширил казахские территории Предки Аббай хана являлись потомками сына Чингисхана и происходили от Джанибек, который создал платформу Казахской Орды Ни один хан, ни до, ни после Аббай хана не имел такой неограниченной власти Это было связано с его харизматичным характером Как известно, Аббай хан не знал ни одного поражения Скончался он от тяжелой болезни У хана остались 30 сыновей и 40 дочерей от 12 жен До сих пор потомки его помнят и чтят его И вот в центре располагается стела, установленная в честь 280-летнего юбилея Аббай хана И какое она имеет значение? Все элементы стела символичны Основанием стела является платформа, которую ведут 7 ступеней 7 часов у казахов является счастливым Затем идут изогнутые опоры, они напоминают улк, то есть скелет юрты Затем идет круг, который охватывает металлическую основу Напоминает шанрак, дымоход юрты Шанрак и улайки являются частью юрты, традиционных жилища казахов Юрта для казахов всегда являлась символом семьи, арчага и малой родины Затем идут взметнувшие стрелы, пучок стрел символизирует дружбу народа Ведь в нашем государстве проживает больница, адвокация и народности Которые живут большой дружной семьей И венчают вершину солнца и парящий беркут Солнце символизирует свет и разум, а парящий беркут свободу и независимость За что и боролся Аббай хан Сейчас мы с вами пройдем к природному трону Аббай хана И где загадаем желание Там нужно пройти 7 раз по часовой стрелке И ваше желание обязательно сбудется Говорят, что желание непременно сбывается Поэтому каждый норовит пройти 7 кругов вокруг трона Аббай хана Поговаривают и что тот, кто побывал здесь однажды Непременно вернется сюда еще не раз Мы приехали с Астаны Мы очень в восторге от этого курорта Шикарно, классно, вообще супер Я сам, как бы сказать, с Соктюбинска Первый раз здесь нахожусь Произвело огромное впечатление, правда Здесь природа, воздух Поляна Аббай хана Самое излюбленное место туристов Самое яркое, самое светлое И потому самое теплое Заметьте, со всех сторон Поляна Аббай хана окружена Либо горами, либо лесом Это 65% леса Со всего курортно-боровского края Здесь каждый квадратный метр Каждый камень таит в себе легенду Загадочные легенды Живописный край курорта Бурабай Ежегодно посещают тысячи туристов Согласно статистическим данным В 2017 году здесь отдохнуло 151 900 человек Летом здесь переполненные пляжи Зимой целый горнолыжный кровь Туристы приезжают не просто отдохнуть От городской суеты А по-настоящему надышаться Целебным чистым воздухом Подлечиться чудодейственным кумысом Насладиться беззаботной природой Прогуляться по нехоженным заповедным тропкам Подняться в горы Рыбачить в чистых голубых озерах Богатых непуганной рыбой Что касается озер Это шикарный оазис казахской степи Озера в Бурабай очень глубокие С пресной или соленой водой Наиболее популярный из них Озеро Боровое Самое большое В народе его называют морем Большое Чебачье со всех сторон окружено горами Славится лечебным климатом Малое Чебачье Не менее популярное Влечет своей неприступностью Щучье озеро Обитель большого количества щук И еще соленое озеро Майбала Оно мелкое и с целебным илом Все они кристально чистые Здесь клюет судак, щука, окунь, сазан Большие караси и карпа Благодаря прозрачной воде Рыбу видно как на ладони При глубине до 8 метров Если вы туристы и уже не знаете чем занять себя Или наоборот Только приехали А может еще планируете И у вас тысяча вопросов Начиная от в каком отеле комфортно и недорого заселиться До стоимости порции лагмана Именно для вас есть хорошая возможность Организовать свой отпуск правильно и содержательно Такую услугу предоставляет единый контакт-центр Он открылся относительно недавно 27 декабря 2017 года Как это работает? Добрый день Котан Дербурговой Домой Вы можете позвонить на единую справочную службу центра Это 7-20-15 Предварительно набрав код города Менеджеры ответят на любой интересующий вас вопрос Хотите на казахском, хотите на русском, пожалуйста И даже на английском В нашем случае мы не стали звонить, а сами пришли сюда Нас встретили, объяснили, показали и посоветовали Мы довольны С момента открытия единого контакт-центра Нам поступило около 7 тысяч звонков Ну, в основном люди спрашивают Где можно остановиться, какие услуги, где приобрести Развлекательные, оздоровительные То есть по телефону 7-20-15 Вы можете получить всю необходимую информацию Это очень удобно Это очень коммуникабельно для туриста, прибывшего на отдых в курорт Боровой Визит-центр представляет собой комплекс развлечений Здесь можно опостить веревочный парк, зал леса, зооуголок и террариум, музей природы и истории края Туда мы и отправимся Земля нашего края славится такими выдающимися акынами, импровизаторами Как Баржан Сал, Акан Серре, Кулей Брай, Балуан Шола Которые внесли большой вклад в развитие культуры и истории нашего края Потомки Баржан Сала живут в Боровом по сей день Сейчас живут его правнуки От его младшего сына Тимиртасова Сейчас их фамилия Тимиртасова Сейчас мы находимся в музеи Тимиртасова И здесь нам расскажут, как зарождалась Бурабайская земля Здравствуйте, уважаемые гости Здесь вам расскажут, как предприимчивый казах Зубов присмотрел для дела бурную протоку между озерами Боровое и Большое Чебачи и поставил на ней первую в урочище водяную мельницу За ним потянулись другие новоселы Так и возникла станция Боровская Позже русский географий и путешественник Иван Славцов напишет Едва ли по всей Киргизской степи найдется такая живописная и богатая разнородными дарами местность Вернанский сумел завершить здесь свой капитальный труд, который не удавалось сдать в печать в более молодые годы Это химическое строение биосферы Земли и ее окружения Немногие знают, что как началась Великая Отечественная война, Крылова, Мандельштам, Зелинский, жена Максима Горького и многие другие были направлены в Боровое Заграничные туристы знакомства с Бурабай начинают именно с посещения музея истории Отдыхаем мы здесь всего второй день и очень впечатлила эта дорожка вдоль озера, которая идет от самого Борового до нашего буквально отеля И мы практически пешком прошли всю эту территорию Очень понравились горы всякие, скалы, достопримечательности, площадь очень понравилась К сожалению, местную кухню прям так бы обширно не попробовали Только местный шашлык из баранины, если честно, очень вкусно, очень понравилось Не так-то все и дорого, и отель недорогой, но достаточно хороший Можно довольно недорого отдохнуть, побывать где-то в красивых местах, музеи, есть куда сходить Мы восторгаемся казахским гостеприимством, мы думали будут как-то нас здесь может сторониться, коситься А получилось наоборот, нам рассказали, куда лучше сходить, где что посмотреть, какие достопримечательности Даже, так скажем, где подешевле, можно и повкуснее там покушать, отдохнуть Щучинско-Бурабайская курортная зона предлагает развлечения на любой вкус, возраст и корма Мне понравились горы больше всего, мне понравились еще речка теплая, мне еще понравилась погода, мне все понравилась Боровой очень красиво, тут хороший воздух, тут все хорошо Ну, есть минус, что речка еще холодная, нельзя еще купаться А в Боровой вообще так классно Если же вы хотите соприкоснуться с неповторимой, яркой и самобытной культурой кочевников, предлагаю отправиться в Эднаул, что я сейчас и сделаю Курорт Боровой предлагает широкий спектр транспортных услуг Здесь можно прокатиться не только на лошадях, велосипедах, квадроциклах, багах и даже вот на таких вот интересных рикшах И сейчас на этом симпатичном рикше мы отправимся в дальнейшее путешествие Здесь царит особая атмосфера Стоит только зайти на территорию Эднаула, как ты окунаешься в атмосферу исторического прошлого казахского народа Под мелодичные звуки дамбры вас закружат в национальном танце и непременно пригласят отведать угощение в одной из юрт Местная кухня покорит вас своим незабываемым вкусом А поделки ручной работы непременно захочется увезти к себе на родину, чтобы навсегда запомнить это путешествие Местная кухня 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 курортной зоны очень большие планы стоят в этом году планируется запустить аквапарк где по словам инвестора высота горки будет около 25 метров это самая высокая горка будет то есть но это уже говорит о масштабах также у нас в планах продолжение развития нашего этноула Жайлау сейчас нам делают необходимые работы просчеты чтобы сделать этот этноул круглогодичным то есть поставить на юрты круглогодичным с отоплением с подогреваем чтобы и зимой туристы могли приезжать и увидеть и ознакомиться с нашими традициями обрядами обычные казахского народа я приехал сюда для участия в национальных играх в байке и игры васык такие мероприятия поднимают патриотический дух я сам играю васык мне вообще тут нравится все и интересно атмосфера особенно я горжусь что я казах здесь очень красиво очень красивая страна шикарная атмосфера это лучшее место где когда-либо был да я немного отведал вашей кухни особенно мне запомнилась ножка ягненка бурабай удивительный край который раскрывает все новые и новые неизведанные места чтобы по-настоящему вкусить всю красоту шарм загадочность и вкусность этого курорта недостаточно одного дня и может даже недели поэтому мы остаемся и впереди нас ждет новая порция незабываемых впечатлений а Субтитры создавал DimaTorzok